Мне 25 лет. Шо у меня с лицом, скажите, пожалуйста. Ну, объективно, да, вы когда вот это видите, понимаете, что если человек наклоняется, ну, копилку видно 100%, да? Ну, 25 лет, мне кажется, я портрет Дариана Грея, понимаете? Я старею и болею за другого человека, понимаете? Я тут сейчас перед вами умру, а там Газманов до сих пор колеса крутит. Меня еще друзья за мою внешность подкалывают. Мы недавно поехали в клуб, я говорю, ребят, плохое место, поехали. Я знаю, хорошее место для автопатии. Нет, какое? Площадь трех вокзалов? Ну, посмотрите на это лицо, да, оно же не танцует в клубе. Оно танцует раз в год. На дне города, да? У него вот так майка на плече, татуировка света, жена Люда. На сцене Люся Чеботина, он собаку взял и погнал с ней, да? Зачем мне солнце? Собака! Я еще, понимаете, я работаю в ведущем мероприятии. И на любом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет, вы так на нашего дядь Валеру похожи. Царство ему небесное. Недавно я вел максимально странное мероприятие. День рождения агентства ритуальных услуг. И там был этот директор этого агентства, он был императором загробных шуток, понимаете? Он мне предоплату отдавал с фразой, и помни, потеряйся, мы тебя из-под земли достанем. Наступило само мероприятие, я стою в костюме, он подходит ко мне и говорит, Дмитрий, шикарный костюм, в таком только в Красную Сосну. Я ждал от него, знаете, какого прикола? Он подойдет ко мне и скажет, Дим, у меня две машины. Одна коронная, другая похоронная. И настоящий кринж начался, когда он взял слово. Он говорит, работник года, Галина Ивановна, шикарно моете покойников. Она такая, Виктор Сергеевич, я и вас помыть могу. И он такой, только через мой труп. Он потом ко мне подходит, сейчас бизнес-партнер приехал, объяви его. Как объявить? Просто бизнес-партнер. Встречаем бизнес-партнер, и заходит батюшка. Мне интересно, мне интересно, если для него, ну, батюшка это бизнес-партнер, кто для него бог? Инвестор? У меня еще проблема со внешностью, что меня бомжи за своего принимают. Я недавно просто вышел в куртке, у меня в куртке был пакет, я хотел просто выбросить пакет. Я подхожу к курне, достаю, и мне из-за спины, братан, я там все обыскал, не старайся. Я просто... Еще недавно была ситуация похуже. Я просто хотел выбросить мусор. Взял мусор, пошел, что-то залип, и пошел. Пошел на остановку, сел в автобус. Едем! В моменте на меня уже весь автобус смотрит, я голову вниз опускаю. Сука! Оно же к лицу подходит, да? Выглядит как, как будто я все самое ценное собрал и Москву показываю. Я выхожу на первой же остановке. У меня пакет XXL, понимаете? Урна узкая, я ставлю, получается, мусорный чупа-чупс. Я поднимаю голову, на меня два мента смотрят. Не надо так, молодой человек. Они берут у меня документы и такие смотрят. О, ты из Донецка. Ты только переехал в Россию, надо помочь тебе деньгами. Менты говорят, ты только переехал в Россию, надо помочь тебе деньгами. Сзади стоящий узбек. Ну, я вам честно скажу, ну, в глазах узбека я матрицу взломал, понимаете? И что вы думаете, менты мне перевели 500 рублей? В этот момент узбек в себя поверил. Он к ним поворачивает, эй, усора. Я тоже приезжий. Они к нему поворачивают, мы видим ваши документы. Ну, просто узбек не знал, что менты знают один закон. Закон сохранения энергии, да? И в их случае он гласит, если они одному приезжему 500 рублей дали, да? С другого должны сразу косарь состричь. Сейчас хочу с вами поговорить, откуда я, откуда я. Спасибо большое. Мне нравится, что вы расслаблены. Потому что обычно, когда я говорю, я из Донецка, все люди... Вот, вот, все, шли на стендап, пришли на митинг. Вот, все, это... Когда флаги выдавать будут? Давайте с вами договоримся. Мы сейчас с вами разговариваем про Донецк, да? Вы расслабляетесь, кайфуетесь, смеетесь. И я обещаю, что в конце мероприятия я не хожу по залу и не собираю на беспилотнике, да? Договорились, да? Ребят, те, кто думает, что это прикол, ни хера. Хлебала у меня просящая. Кепка на готове, оп, сразу. Это... Это сейчас я на патриках с микрофоном, да? Мне сейчас микрофон на картонку поменяю, и все, Курский вокзал, добрый вечер, да? Люди добрые, не по своей воле обращаюсь. Судьба злодейка присоединила к Российской Федерации. Не, знаете, что нравится, что всегда люди реагируют на это по-разному. Один раз я говорю, что я из Донецка, и мне женщина кричит из зала. Не можешь ты быть из Донецка! Мы по телевизору смотрим новости. Не может быть из Донецка такой жирный человек. Я честно, я разное слышал. Но к такой херне даже я был не готов, понимаете? Что мне ей ответить? Мать раскусила! Я ФСБшник, меня на Лубянке пять лет готовили шокоть и гэкать. Она еще, знаете, как выглядела? Она была такая худая, у нее была короткая стрижка, светлые волосы. Она Малфо из Гарри Поттера, понимаете? Я ждал, что она мне скажет, из Донецка, грязный полукровка! Не, я вам сейчас буду рассказывать, как мы там живем. Объясняю, у нас там у всех по три гражданства. Украинская, русская и республиканская. Да, республиканская звучит так, как будто это шота со Звездных войн, да? Ну и я как бы не человек, а Чубака. И объясняю, у меня в 21-м году заканчивался срок годности украинских документов. Срок годности украинских документов. Как будто это молочка, да? И у меня был выбор, продлевать украинский паспорт за 20 тысяч рублей, либо делать русский за 573 рубля. Ну, понимаете, 573 рубля это не взятка, это госпошлиная. Не было такого, что я прихожу к паспортистке, и она такая, ты хочешь русский паспорт, а я хочу банановый раф. Не было такого. И вот, понимаете, один паспорт 20 тысяч, другой 573 рубля. Внутри меня, между русским и украинцем, победил еврей, понимаете? И в 21-м году это была шутка. Но в 24-м, когда в одном предложении стоит русский, украинец и еврей, это не шутка, это репортаж Соловьева. Это обычный вторник у него. Короче, и к нам еще, кто знает, сейчас начали всех провинившихся звезд отправлять к нам в Донецк. Чистить карму, понимаете? Донецк это русская Бали, да? К нам первый приехал Билан. Первое, что сказал Билан, ну, конечно, в республике дорог нет. Слава богу, у меня с собой парочку имеется. Он у нас с приюта для животных забрал двух котят жить в Москву. Из Донецка в Москву вот так просто. У нас после этого полреспублики мяукать начало, понимаете? Недавно Моргенштерн заявил, что он готов дать концерт на Донбассе, если с него снимут статус иноагента. Мне просто интересно, как будет проходить этот концерт. Люди такие, ну, конечно, не любе, но качает, да? Но объективно у Моргенштерн еще есть песни, которые идеально подходят к контексту. Он такой, фу-ту-ту-ту-ту, это вертолет. И люди, где? Где координаты? Быстро! Где? Какой же я дебил, да? Я вам сейчас буду рассказывать, как там люди живут. Я горжусь людьми, которые там. Поаплодируйте им, они это посмотрят, им будет приятно. Мне нравится, что они там адаптируются ко всему. Они ищут во всем какие-то лайфхаки. Объясняю. У меня Кент недавно стал депутатом ЛДПР и до сих пор получает украинскую пенсию. На него Эрдоган смотрит такой, ебать, ты кто такой вообще? И вот у меня сейчас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, нарушение скорости, это же обыденное дело, да? А вот когда скорость нарушает танк, что делать? Я объясняю. У нас недавно по улице, где должен ехать, ну, лимит 50 километров в час, танк ехал 70. За ним увязалась патрулька. Т-80, без государственного транспортного номера, прижмитесь к обочине. Без государственного транспортного номера. Как будто в соседнем ряду уехал танк с номером, и к нему вопросов нет. И честно вам скажу, следующая фраза, она никогда в жизни так актуальна не будет. Для тех, кто в танке, повторяю, Т-80, без государственного транспортного номера. Ой, честно. Да, да, Донецк учит тому, что нужно во всем искать позитив. И для меня вот этими главными учителями позитива являются мои родители. Мне недавно мама пишет, говорит, Дима, всю ночь бомбили, сейчас все хорошо. Я говорю, что хорошо? Сейчас все хорошо. Режем окрошку, жарим шашлыки. И фотка пахан шампурами и в бронежилете. Не хватало подписи, мясо-бомба. Я хочу, что когда все закончилось, пахан открыл шашлычку под названием «Горячая точка». И они постоянно на позитиве. Ну, мне кажется, у меня мать по жизни чисто на аффирмации двигается. Я боюсь, что она мне скоро напишет, «А, Дим, если тебя стреляют в спину, то ты впереди». Вот. Я недавно им в качестве подарка отправил 100 тысяч. Что вы думаете? Мне мама через пять минут в слезах звонит, говорит, «Дима, ты кто такой в этой Москве? Ты киллер, ты людей убиваешь. Я не знаю, что делать». Я говорю, «Мам, я зарабатываю комедией. Я киллер плохого настроения». Дима, Дима, сынок, с такими шутками ты не можешь столько зарабатывать. Мы деньги не тратим, мы откладываем. Куда откладываем? Тебе на похороны, Дима! Не, честно, в завершении вам могу сказать такую простую мысль. Мы там все живем, мы ко всему приспосабливаемся. Человеческая природа такая, что ты ко всему приспосабливаешься и пытаешься верить во что-то, мечтать. Но нам иногда страшно смотреть, что будет в будущем. Через два года в центре Донецка установят огромный-огромный экран, соберется весь город, на связь выйдет Путин и скажет «Дистрикт, от вас не нужно два подростка, да начнутся голодные игры!» Все, народ... Честно, друзья, спасибо вам большое. Я очень сильно скучаю по дому. И для меня дом — это не территория, это люди. Это просто хорошие, отзывчивые люди. И благодаря вам я сегодня побывал дома. Спасибо большое! Я поезд, и у меня есть маршрут. Меня не сбить с пути, мне никуда не свернуть. На рельс от Толталек ждет свой паровоз. Но я машина, у меня нет слез. Я поезд, и у меня есть маршрут. Меня не сбить с пути, мне никуда не свернуть. На рельс от Толталек ждет свой паровоз. Но я машина, у меня нет тебя. Да, моя мечта большая, чтобы закончилась война. Когда стреляли, я просто сидела, по рамке мультик сделала, ничего этого не слышала. Спасибо. Спасибо.